Привет, это канал Джон и Ева. Продолжаем нашу круг осветку. Мы уже проехали Россию, Монголию, Китай, Вьетнам и Камбоджию. Теперь мы в Таиланде, в Бангкоке. Вот что мы нашли. Посольство России. И вот здесь есть какие-то фотки России. Храмы. Все в снегу. Разная площадь. Что? Там даже машины, которые уезжают, проверяли вниз на наличие взрывчат. Здесь стойки иностранцев. Мы идем забрать наши визы в Мян Мук. Мы получили вообще без очереди девочка и Джон. Это у меня первый раз, что у меня виза с фоткой. В самом центре Бангкока находится вот такой вот квартальчик с такой маленькой улочкой. С людьми, которые занимаются каждое свое дело. Кто-то водит тележку, кто-то готовит ужин, кто-то нянчит детей. Немножко удивительно, потому что за этой улочкой закрываются огромные немоскребы. Прямо настоящий педагогический рынок. Столько всего. Памятник демократии. Мы с вами попали на самую известную улицу Бангкока. И ночью она смотрится еще круче, еще ярче. Уже темнеет. Как понять, что мы в самом центре? Увеличилось количество бомжей, попрошаек, экскурсионных групп. И туристов. И туристов, да. И смотрите, какой интересный позе стоит Рону в Макдоналд. Здесь нас ждет наш фост. Вот она, эта улица прекрасная. Сейчас мы встретим двух канадцев, которые нам помогли позвонить Зену. И мы ее нашли, наконец-то, Фи. И теперь мы нашли ее, наконец-то. Мы гуляем по этой прекрасной улице. Как она называется? What's the name of the street? Коза стрит. А, Коза стрит. Да. Улица Коза. Наверное, так. Мы не проверяем возраст, ваш возраст. Мы не проверяем ваши паспорта. Так что можете приходить к нам и пить сколько угодно алкоголя. Кошмар. Все комментируют в городе в первый раз за долгое время. Не могут делать всякие документы. Вот, а можно всякие права сделать. Нельзя снимать, все очень секретно. Но я не могу снимать, он мне запрещает. Но, в общем, тут все документы, права всех стран. И что тут еще? А, здесь для журналистов. А, пропуск журналистов. В общем, все что угодно можно сделать, но снимать нельзя. Вот так вот. В Таиланде, я так понимаю, в этом смысле все очень легко. Нам говорили, что можно покупать такие международные права здесь. Не сложно. Ой, ребята, ребята, ребятушки. Мы тут второй раз за наше путешествие собрались в кино. И где, и нигде бы, а в Бангкоке. Сегодня среда, у них день кино, и все билеты стоят 100 бат. Здесь тоже такая тематика, аэропорт. Даже как бы зал ожидания вот такой. Терминал А, терминал Б. У нас специально лестницы, которые идут только в наш зал. Никого нет? Здесь диванчики. Я бы говорил, что есть больше в Москве, но это самый большой зал, в котором я был в жизни. Мне кажется, что самые далекие, которые, кстати, самые дорогие, они не очень удобные, наверное. Очень далеко. Там просто меньше, мне кажется, денег для ног. Нужно сводить тебя в кинотеатр «Октябрь», в зал номер один. Он огромный, он гораздо больше, чем этот зал. Да зачем такое? Это даже не круто, это слишком большое. Да ладно, это классно. Сейчас будет трейлер и реклама, и теперь все встают. Это Ким Таиланда, все встают. Просто в зале. Мы больше не снимали, потому что было очень темно, но мы посмотрели омерзительную восьмерку. Такой фильм довольно жестокий. Сама история мне очень понравилась, но там много лишней крови. Я так понимаю, что обычно у Тарантино такие фильмы, такая особенность у него, у его фильмов. Мы здесь, мы, наверное, сегодня побудем дома. У нас такая комната. Я сплю здесь, Ева спит здесь, и Зен спит вот здесь. Очень уютно. Кстати, про гимн. Они всегда, перед каждым фильмом, они поют гимн, и там есть фотки короля и королевы. И да, у них есть король, он уже правит. Ну, я сейчас спрошу у Евы, и она объяснит все про короля, потому что она читала много вчера. Было очень интересно. Вчера в итоге мы ходили пешком 22 километра. Было не очень классно в исландцах, вьетнамках. Ноги довольно сильно болят сегодня. Но стоило того, я думаю. Сейчас просто хотел походить по дому, показать немножко. Здесь мы на втором этаже. А, да, у них есть такая комната для молитвы. И здесь тоже есть король. Везде есть Будда и король. Там балкон есть. Здесь три ванны комнаты. И классные деревянные лестницы. И любимая жена, привет! Привет, привет! Девочка, может быть, ты расскажешь про короля? Он сколько лет правит? Ой, кстати, здесь рядом аэропорт. И, о-о-о, видно, немножко плохо видно через грязное окно. Но я думал, я бы хотел снять самолет, но я думаю, что вряд ли я поймаю на камеру. Вот здесь рядом аэропорт и постоянно, постоянно летают самолеты. Наверное, каждые 15 минут это максимум. Но иногда каждые, там, 3-4-5 минут вообще. Сколько лет правит? Про короля. Король правит, по-моему, если не ошибаюсь, 46-го года в Таиланде. И был он коронован в 50-м году. Сейчас ему 88 лет. И это самый, как сказать, долго правящий король в мире сейчас. И короля здесь почитаем в Таиланде очень сильно. Король и его жена. 5-го декабря, когда у него день рождения, в Таиланде это большой праздник, называется День Отца. И 12-го августа, когда день рождения его жены, королевы, это День Матери. Вот, повсеместно празднуется в Таиланде. Вот, ему 88 лет, как я уже говорила, его мама, она не из королевской семьи, она из, как бы, обычной семьи. Сам же король чтится таиландцами так же, как, ну, как полубожество. По-другому я не могу сказать. Я не знаю, Джон рассказывал про гимн или нет, но вчера мы сидели в кинотеатре, смотрели фильм. И перед началом фильма заиграл гимн, и все встали. Мы первый раз такое видели, что в кинотеатре все вставали и пели гимн до фильма. То есть обычная реклама, там, выключите звук, купите у нас Coca-Cola, а тут гимн Таиланда. И вы смотрите лету фотографий, король начинает, там, король в 18 лет, король в 20, в 30, в 40, в 50. И еще нам говорили, что каждое утро и каждый вечер по телевизору показывают гимн, и в школе каждое утро они встают и поют гимн. Что еще про короля нужно сказать, что здесь везде фотографии, как мы показывали, и все знают про короля все, то есть там, вплоть до его собаки, когда она умерла. Для всех тут этот большой траур был, когда умерла его любимая собака. Он на многих фотографиях со своими собаками изображен. Вот, все его здесь очень любят. И он на всех деньгах, на монетках и на купюрах, да? Да, он на всех купюрах. И еще была такая фишка, я прочитала на Википедии, что купюры тысячу бат. Там изображен король с фотоаппаратом Кэнон. Он как бы тоже любит фотографировать. Тоже, я вспомнила Медведева. Вот, и он изображен с фотоаппаратом Кэнон. И это самое уникальное за всю историю рекламы, потому что, ну, представьте, фотоаппарат Кэнон на банкнотах в Таиланде. И каждый человек видит этот Кэнон там по многу раз в жизни. И это вообще уникальный случай рекламы. Еще я думал, что, может быть, как бы люди, людям, люди как бы равнодушны к королю, но, ну, и просто как бы их заставляют это все делать. Но я спросил у Зен, у нашего хоста, и она говорит, мы очень любим его, и что мы называем его отец, и мы называем королеву мать. И реально кажется, что многие реально любят их. И везде их фотки, везде. Если бы я открыла окно, мы бы видели еще через дорогу огромную статуи короля на балконе у кого-то. Мы покажем. А еще, кстати, он родился в Штатах. И это единственный король вообще в мире, который имеет право на получение гражданства США по случаю его рождения. Вот что еще у нас есть. Холодильник, еще ванная, вот столовая и еще такая гостиная. Самолет еще летит. Это во время этой съемки. Вообще прошло 5 минут, и еще самолет. И такой очень классный Volkswagen. А, и 3 собаки, которые вообще не лают. А, вот здесь еще король с королевой. Вот опять король. Вот так вот. Мама Зен, учитель в школе. Она преподает технологию, типа, в старших классах. И папа, у него есть своя компания по производству резины для машин. Они так объяснили, что это какая-то резина, которая под капотом. Я еще хотел рассказать кое-что интересное, очень интересное в, как сказать, в плане культуры или языка в Таиланде. Я знал об этом давно-давно, забыл. И потом я не мог понять, почему-то, когда мы общались с Зен, она путала все время. Мы обсуждали, когда мы встретимся, например, в 9 часов, в 8 часов. Она такая, в 2 часа, в 2, в 3. Я такой, что? Как ты можешь путать 9 с двумя? Я не понимаю. Вот. Теперь я понял. Я вспомнил, они разбивают сутки по 6 часов. Значит, есть 4 части по 6 часов. Например, 5 часов утра это 5 первой четверти дня. А 11 часов по-нашему, утра, например, это у них 5 часов второй четверти дня. Получается, что она путала, потому что, например, 11 часов вечера это у них 5 часов четвертой четверти. Короче, все запутано, но логично, потому что получается, что 9 часов это 3 часа четвертой четверти. Ну, у них как бы на тайском языке есть какие-то другие слова для этого, но совсем другая система, так что им сложно переходить. Мы сейчас тут обедаем, и я пошел всю эту камеру, потому что она очень интересный разговор, и очень вкусная еда. Рис, яйца, наса, вот такие, как назвать это? Ну, я не знаю. Там сальсийский, тунец и огурец. Да, и вот это рисовая такая. Ладно, давай покажем. Сука. Сейчас обсуждаем звуки животных, и узнаем, как говорят животные на тайском. Да, например, петух говорит кукареку. На русском? Как рюрдю. Как рюрдю на английском? Эй, эй, эй. Классно. На тайском? Эй, эй. Собака. Гав-гав или тяф-тяф. Ну, вообще они говорят вух-вух. Это такая серьезность. Но в книгах это гав-гав и тяф-тяф. На английском говорят вуф-вуф или руф-руф. Ну, есть другие, в принципе. Ну, да, в основном так. А теперь, как говорят собаки на тайском? Дог. Ханг-ханг. Ханг-ханг. Да. Ханг-ханг. Окей, монки. Чик-чик-чик-чик. И Зань говорит, что это движение очень важное. Нужно делать движение еще. Лягушка. Лягушка у нас говорит Ква-ква. Ква-ква. In English? Ribbit. Ribbit. Оп-оп. Оп-оп? Оп-оп. Вот лягушка. Ква-ривбит. Оп-оп. Окей, what about duck? Да. You know duck? Кав-кав. Кав. Кав-кав. Да, да. Кав-кав. Кав-кав. Кав-кав-кав. Это как собаки овощи. Вот это да. У нас говорят Квак-квак-квак. Квак-квак-квак. Квак-квак-квак-квак-квак-квак-квак-квак. Вот так вот. И у нас говорят Кря-кря. Кря, 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 кря. Ну, коровы. Као. Мау. 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 Я не знаю как сказать муу. Ты говоришь мау. Мау. В России, хрю, хрю. Или хрю, хрю. Оink, оink, оink. В Thai, рожь. Ут-ут. 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 А, что и о sheep? Шип? Бее. Бее... Шип. Шип. Гирлис? Они много ряда. В английском они говорили бааа. Пле. Пле? Пле. 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 Пле ок. Ба. Пле ок. Бе. Бе. Вот, и всё. А, это cool. Мы говорим... Апчхи? Снижай. Как ты это говоришь в тайе? Таи? Апчхи! Апчхи! А мы говорим... Апчхи! А мы говорим... Апчхи! Апчхи! А, подсылочки, kiss. We can say, chmok, chmok или chmok. Chmok, chmok. Chmok, chmok. Chmok, chmok. Я сегодня монтировал влоги, и Ева сделала борщ. Вот, по-настоящему, она нашла все клуб, и сейчас попробуем. Ева почему-то забывает пробовать еду, когда она готовит. Я всегда спрашиваю, ну, как, он хороший? Она говорит, ну, не знаю, ты не пробовал? Нет. Это, наверное, главное правило при приготовлении еды. А знаешь, здесь не было терки, и я терла морковку свеклу чисткой. Как будто я чистила. Ну, свеклу вообще можно просто резать. Да, но тогда долго варится. Все собрались. Мама, папа. По моему вкусу, очень вкусно. Папа, папа. Ты любишь? Ты попробовал суп? Хорошо. 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 Что такое? Мы покушали. Мы покушали борщ Евы. Мы тут, ну, мы так, наелись. Потом... вот прошло два часа они поехали за китайской едой сразу же и потом принесли макдональдс так давно мы не едем макдональдс прикольно мы только покупаем иногда мороженое за 30 центов что ли они такие добрые вообще это неожиданно я тут монтирую отвечаю на комментарии столь и комментарии пишите и такие приятные вообще классно это одна из целей почему мы сделали канал потому что нам кажется иногда что нару в рунете слишком много негатива иногда пытаемся делиться позитивом и вы отвечаете также позитивом это очень приятно спасибо тут такое целое меню картошка и классно даже картошка давно не ели да вот так вот мы попали просто как вот невероятно силу мало то что они вас просто за кальше все начнут написать на хлебники и халявщики мало то что они нас закармливают просто кормят кормят и кормят и мы не просим покормить у нас пожалуйста не просто сами коль мы даже не можем выйти из дома чтобы купить еду просто они не за мы только собираемся они уже ставят на стол какую-то еду и мы ели буквально мне кажется два часа назад мы были такие такие так наелись мы ели встали из-за стола инград ребята мы сейчас пойдем в китайский ресторан хотите с нами такие не спасибо может так наелись ингредиент хорошо они уехали в итоге приезжает с пакетами макдональдс и крюто долго не ваш макдональдс и ты получаешь макдональдс а мы недолго блин язык запретается от счастья мне хоть мог бы то что он гораздо дороже чем местные да ты даже не знала что голодная я вообще не голодна в том-то дело но нельзя не есть макдональдс потому что когда он остывает он превращается в полную карту я последний раз так радовалась макдональдсу когда я была в артеке пятом классе у кого-то был день рождения и этот кто-то привез кучу макдональдс и поскольку это был соседний отряд мне ничего не досталось это было так круто просто ходила смотри обрадовался ничего не получил я обрадовался ничего не получил зашка две смены в артеке ты ешь постоянно кашу там там очень вкусно кормят но кормили я не знаю как сейчас но там не было макдональдс и когда ты видишь что кто-то привозит и горячие булочки из картошек вообще-то родители специально на машине даже когда ты старалась взял ужин им они все равно но я теперь понял они собрались уже в ресторан китайские поэтому частично мне кажется они так мало ели они знали они вообще ждали поездку в ресторан поэтому они такие вкусно но мы сейчас поехали в ресторан все уже отправляемся но за ним нам сделала такую классную штуку безопасного путешествия и она еще нам говорила что вот эта машина это ее что она уже два года не что она работает погнали зен нам пишет записку на тайском чтобы показывать водителя красиво записка готова так прикольно и и папа почти ровесник с моим отцом и они слушают такую же музыку очень классно все уже прощаемся даже грустно пока пока все мы даже не успели выйти на трассу серьезно мы просто шли по выезду заправки и все у нас забрали они сразу спросили куда вы едете мы просто осталась машина куда вы едете вы показали табличку который нам за написала все они нас взяли и провезет 90 километров шикарно можно доедем за один а кстати мы едем в чанг май это где-то 670 километров что лет пангкак пангкока поэтому надеемся что доедем за сегодня а если нет то что-нибудь придумаем такая пара вот наши друзья там нас не видели очередной раз пока пока опять едем дальше автостоп в таиланде такой классный вообще мы ждали может быть минуты три как встали вообще и едем дальше нам говорят его девушка по телефону нам перебила на английский что мы сейчас поедем часа три так что здесь население 80 миллионов да поэтому машин очень много и это очень помогает когда очень большой поток машин пока просто все шикарно вот здесь так хорошо так быстро мы только встали и через не знаю машин 10 вот сразу становился человек и кто знает тайский можете сказать нам что это за работа у него а это не показалось карточку с работы но я спросил это полиция он сказал нет 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 у него есть рация и вот такая форма и да его друг тоже и и стопим дальше уже пять машин был у нас вот король королева король королева с этой стороны я не вижу но я уверен что там есть я уже была 6 машина нас подвезла совсем там километров пять и она пытается нас пытается нам найти еще машину может и получится так жарко здесь но в данный момент мне больше нравится чем холод такая добрая получилось у нее она потом даже нас обняла первый раз за долго долго время что женщина мне просто так обнимает ну да я вам часто обнимает вот этот добрый водитель тоже замечательный очевидно потому что он тоже согласился после недолгого разговора с предыдущей женщиной да да и мы едем где-то 70 километров где-то ну едем короче когда заправляют машину здесь у кстати мы поймали последнюю машину вроде вроде как этот водитель едет прямо до чангмая это 250 километров еще так классно и и когда заправляют машины они ставят что-то на капот и я видел это раньше сегодня я думал что такое но теперь я понял видимо там инструкции что можно что нельзя ну в основном чего не надо делать довольно хорошее дело в принципе плюс если ты просто попробуешь поехать не оплатив тогда как тебе такая штука на капоте а 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 Совсем другой Таиланд, совсем другой Мы теперь где-то 20-30 километров от места назначения И наш добрый водитель нас высаживает на остановку Он говорит, что стоит 20 бат, чтобы доехать до города Да, живет он где-то здесь неподалеку Да, это не самый идеальный вариант, если честно Потому что автобусы часто подвозят, например, прямо в центр И нам не нужно в центр Если бы мы автостопом ехали, мы могли бы сказать Пожалуйста, остановитесь здесь, мы пойдем дальше Ну, посмотрим Все получится Вот как выглядят такие маршрутки подороже, с кондиционерами Они еще ставят два дополнительных стула, чтобы побольше людей поместилось Наши рюкзаки поместили прямо на крышу этой маршрутки Да, он залез и... И чуть сам не убился от моего рюкзака Ну что, наши любимые прогулочные истории продолжаются Наш последний водитель посадил нас на маршрутку Вы это, наверное, уже видели Маршрутка нас привезла совершенно не туда, куда обещал наш водитель Мы приехали настолько далеко Мы находимся от дома Станислава, к которому должны приехать Что, не знаю, километров 10-12 вот мы идем Мы не можем найти автобус Здесь только одни таксисты и много-много туристов Такой туристический городок, очень миленький Но немножко жалко Мы попали в город в 6 вечера, сейчас 7.20 и мы все еще даже не можем уйти из центра Очень много белых туристов Встали немножко Было 8 машин, один автобус и мы... И так жалко, потому что Станислав живет на окраине города около трассы Поэтому, если бы водитель нас не повез в другую сторону, в его город, мы могли бы спокойно достопить машину прямо до дома Но, видимо, так должно было быть, так что идем Ну и какой итог, друзья Облуждали мы 3 часа, время 9 часов вечера и наконец-то мы добрались Мы застопили машину в городе и она нас подвезла, женщина с дочкой Подвезли километров 6 нас или даже 7 и сейчас Станислав приедет на мотобайке за нами Ух! 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 Привет! 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 Здравствуйте! Я прям уже все... Вас как родных... Вы меня не знаете, а я уже все... Да, знакомое чувство, знакомое чувство Это привет!